Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы продолжаем читать Die Tribute von Panem. Голодные игры на немецком языке. Поехали. Кэтнис и Гейл проводят время в лесу в ожидании жатвы и шутят на тему Капитолия, Голодных игр и так далее. И последняя фраза, которую мы в прошлый раз прочитали, была Wir müssen uns darüber lustig machen, die Alternative wäre vor Angst zu sterben. А мы поехали, читаем дальше. Außerdem ist der Kapitol-акцент so gekünstelt, dass fast alles, was man darin sagt, lustig klingt. Кроме того, капиталистский акцент настолько искусственный, gekünstelt, вообще künstlich – это искусственный, как прилагательное, а здесь вы видите партицип zwei, то есть причастие. Но при этом глагол künsteln, от которого по идее можно было бы образовать такое причастие, я ни разу в немецком не встречал. Капиталистский акцент настолько искусственный, что почти все, что на нем говорится, лустиг клинк, забавно или смешно звучит. Я вижу, как Гейл, как Гейл, как Мессер, sein Messer heraust sieht, как Гейл достает свой нож, und das Brot in Scheiben schneidet, и режет хлеб ломтиками. In Scheiben. Мне кажется, что это достаточно бытовая, полезная, такая очень хорошая, полезная фраза, которую давайте запомним, запишем. Das Brot in Scheiben schneiden – резать хлеб на ломтике. Мне кажется, очень часто изучающим немецкий язык не хватает как раз таких базовых, простых слов и выражений. Как в это все погрузиться? Ну вот, очень хороший вариант как раз просто читать регулярно книги. Er könnte mein Bruder sein. Он мог бы быть моим братом. Второй конъюнктив. Какая форма? Помните, да, у нас есть второй конъюнктив, бывает в двух формах – нереальный и потенциальный. В данном случае, конечно же, потенциальный. Всегда, когда мы говорим просто в принципе, он мог бы быть кем-то, например, моим братом, если мы говорим в принципе, а не про прошлое, то тогда у нас потенциальный второй конъюнктив, то есть чистая конъюнктивная форма не hätte sein können, а просто könnte. Глаттес, шварцес, ха. Гладкие, черные волосы. Оливенфарбене хаут. Хаут – это кожа. Заметьте, пожалуйста, женского рода. Ди – хаут. И оливенфарбене, я думаю, вы уже здесь сами догадались. Цвета оливки. Тоже важное базовое слово. Ди хаут. Его поэтому тоже запишем. Зога, унзре ауген синдь инльс. Даже наши глаза похожи. Абе вир сэнд ничт фэванд. Но мы не родственники. Сминдест ничт на. Как минимум, не близки. И давайте вот это тоже запишем. Фэванд, как причастие второе, дословно переводится родственный фэванд. Еще очень часто используется существительное дэ, фэвандэ, или ди, фэвандэ, в зависимости от рода. Это у нас субстантивированное вот это вот причастие, то есть причастие, которое взяло и стало существительным, но при этом оно изменяется так же, как и прилагательное. Да, у них в немецком языке прилагательное причастие все более-менее одинаково, точнее, не более-менее совсем по одной и той же схеме меняется. Так вот, поэтому der fэвандэ, если бы у нас был неопределенный здесь артикль, было бы ein fэвандэр. Здесь окончание е по слабому склонению прилагательных, здесь окончание е по сильному склонению прилагательных. Если вам эта тема не знакома, то обязательно у меня здесь будет ссылка, вот здесь вот в правом верхнем углу, на видео, где я очень подробно объясняю тему склонения прилагательных. Здесь давайте еще такое выражение запишем. Най фэвандэ, близкие родственники. Ди meisten фамилен, большинство семей, ди ин дин мин арбейтен, которая работает на рудниках, сеян со aus. Вот так вот и выглядит. То есть как Кэтнис и как Гэйл. Чидаем следующий Абсатс. Deshalb wirken meine Mutter und Prim mit ihrem blonden Haar und den blauen Augen immer so fremd hier, was sie auch sind. Die Verwandten meiner Mutter gehörten zu der kleinen Gruppe von Kaufleuten, die die Beamten, Friedenswächter und gelegentlichen Gäste im Saum versorgt. Abseits большой, поэтому будем его разделять на более маленькие части. Поехали, переводим. Deshalb wirken meine Mutter und Prim mit ihrem blonden Haar so fremd hier. Давайте сначала базовый вот этот вот костяк предложения переведем. Поэтому, моя мама и Prim, и здесь самое главное, что нам нужно понять и перевести, это глагол wirken, который здесь не сам по себе, а wirken so fremd. Wirken – прекрасный совершенно глагол, который часто используется именно в таком контексте, в котором его мы встречаем здесь, и переводится он «производить какое-то впечатление». Именно поэтому моя мама и Prim производят впечатление таких чуждых здесь. То есть, поэтому они, ну да, производят такое чуждое впечатление или такое… В общем, не знаю, как это нормально по-русски передать, но вот здесь смысл такой, что их… на них смотришь, и они прям выбиваются из толпы. Очень странно здесь выглядит, как белые вороны. И здесь это хорошо коррелирует, кстати, с этим вот белыми воронами. Почему они так выбиваются здесь из толпы? Потому что у них mit ihrem blonden Haar sie wirken fremd. Они производят такое дикое впечатление чужих земцев, чужаков, чем, каким образом? Mit ihrem blonden Haar, своими белыми блондинистыми волосами и синими глазами. Und in blauen Augen. Ну, ima всегда, всегда производит такое вот странное впечатление. Was sie auch sind. Какие они и есть на самом деле. То есть, они действительно здесь чужаки. Sie sind wirklich fremd hier. Fremd sprache. Иностранный язык. Поэтому вот здесь вот fremd используется не только как чужой в таком общем значении, но еще и как иностранец, человек, который из какого-то другого места приехал, ну, допустим, сюда жить. И дальше она объясняет. Die verwandten, кстати, вот то слово, которое мы записали, да, родственники. Die verwandten meiner Mutter, родственники моей мамы, gehörten zu der kleinen Gruppe von Kaufleuten, принадлежали к маленькой группе торговцев Kaufleuten, die, и давайте здесь сразу поймаем глагол, die versorgt, которые поставляли продукты. Versorgung – это снабжать необходимым, которые снабжали всем необходимым, кого? Die beamten – чиновников, Friedenswächter – миротворцев, то есть местную полицию, und Gelegentlichen – gäste im Zaum. И случайных gäste – это у нас гости. И случайных гостей в Zaum, то есть в том, как раз в той части дистрикта 12, где Кетнис живет. То есть она была из торговцев и жила в другой части дистрикта 12 изначально. Sie führten eine Apotheke. Они владели, führten дословно, wili, заведовали, аптекой im hübscheren Teil von Distrikt 12, в более милой части дистрикта 12. Как видите, дистрикт 12 тоже неоднородная какая-то масса. И вот их, как раз заум, их вот этот вот окраин, на тот район, где Кетнис живет, самый бедный, неблагополучный и плохой, но там есть, видимо, и более хорошие части. Поехали? Читаем дальше. «Da sich so gut wie niemand einen Arzt leisten kann, sind die Apotheker unsere Heiler. Mein Vater lernte meine Mutter kennen, weil er auf der Jagd manchmal Heilkräuter sammelte und sie ihnen verkaufte, damit sie daraus Arzneien herstellen konnte. Sie mussten sehr geliebt haben, sonst hätte sie ihr Zuhause nicht für den Saum verlassen». Вот здесь тоже опять закончим, переводим. «Da sich so gut wie niemand einen Arzt leisten kann, поскольку…» И вот эта вот очень-очень классная конструкция «so gut wie niemand». Дословно ее абсолютно бессмысленно переводить. «Так же хорошо, как никто…» «Что это должно вообще значить?» А переводиться это будет очень просто. «So gut wie niemand?» «Практически никто». В общем, поскольку практически никто не мог позволить себе врача, аптекари были нашими целителями. Sind die Apotheker unsere Heiler. Точнее, почему были? Они и есть до сих пор наши целители. Те, кто… В общем, те, к кому можно обратиться, если ты вдруг заболел. Mein Vater lernte meine Mutter kennen. «Мой папа познакомился с моей мамой». И здесь, пожалуйста, пожалуйста, обратите особое внимание на глагол kennenlern. Его постоянно в своей устной речи те, кто изучает немецкий язык, неправильно используют. Почему? Потому что мы по-русски говорим «познакомиться с кем-то». И поэтому мои ученики, даже те, у которых достаточно хороший уровень, всегда, когда используют эту фразу, пытаются, видимо, перевести это с русского на немецкий язык в своей голове прям дословно, и пытаются очень сильно глагол kennenlern использовать с каким-нибудь предлогом, например, с предлогом mit. А этого делать ни в коем случае нельзя, потому что kennenlernen, у него только одно управление, просто аккузатив. И познакомиться с кем-то, это по-немецки, просто аккузатив. Я это вам не только запишу, но и поставлю здесь, видите, три восклицательных знака, чтобы вы это обязательно себе куда-нибудь записали, обязательно написали несколько примеров с этим выражением, чтобы вы не делали эту ошибку, потому что глагол безумно употребительный, постоянно все им пользуются и постоянно неправильно. Возвращаемся к тексту. Мой папа познакомился с моей мамой, weil er auf der Jagd manchmal heilkräuter sammelte, потому что он иногда на охоте собирал целебные травы. Heil'n – это целять, исцелять. Kräuter – это травы, как раз вот во множественном числе kraut, единственное, это у нас будет трава. Он их не только собирал, и что? И продавал им, то есть вот этим вот торговцам, этим аптекарям, sie – их, то есть вот эти вот heilkräuter – целебные травы. Damit sie daraus arzneien herstellen konnten, чтобы они, аптекари, из них, из вот этих вот heilkraut, могли бы создавать, делать, herstellen arzneien – медикаменты. Здесь везде, на самом деле, очень классные и важные слова. Heilkräuter, arzneien, herstellen – вот эти вот все sie, ihnen, daraus. Очень важно в этих местоимениях не путаться, понимать, что такое daraus, это просто aus плюс das, которые слились в одно. И, конечно же, прекрасное слово die Arznei, которое мы можем записать, и слово herstellen – глагол важный – создавать что-то, делать. Записали мы все эти слова, обратите на них, пожалуйста, особое внимание. Sie muss ihn sehr geliebt haben. Должно быть, она очень его любила. И мы это переводим именно так. Не она должна его была любить, а должно быть, она любила, потому что это у нас глагол müssen в субъективном своем значении. Мы на эту тему тоже недавно делали ролик, поэтому посмотрите. Если вы не знаете, не знакомы с этой темой, значит, здесь самым главным ее, самой главной отличительной чертой, когда у нас модальный глагол в субъективном значении используется, это если вы после модального глагола, например, вот здесь как müssen, видите так называемый перфектный инфинитив. То есть не просто muss lieben, а muss geliebt haben. Geliebt haben, gegangen sein, gemacht haben. Это все перфектные инфинитивы. Если вы их видите почти 100%, это у нас модальный глагол в своем субъективном значении. Смысленно здесь никаких особых проблем. Это значит, что мы на 95% уверены. На 95% уверены. Должно быть. Это так. Должно быть. Она его очень любила. Иначе, sonst, hätte sie ihr zu Hause nicht für den Zaum verlassen. Иначе она бы свой zu Hause, свой дом родной никогда бы не покинула ради вот этого Zauma, ради этой окраины несчастной, где они сейчас живут. И здесь заметьте, поскольку это уже произошло в прошлом, она уже покинула свой родной дом и живет сейчас в Zaum, вот в этом, именно поэтому здесь у нас второй конъюнктив нереальный, потому что действие произошло в прошлом, и это уже никак не изменить. И у нас здесь очень хороший глагол verlassen, который давайте обязательно запишем. И запишем его не просто так, а с тем управлением, которое у нас здесь есть. То есть не просто verlassen, а verlassen etwas für etwas. Как же это у нас будет переводиться? Это покидать одно место ради какого-то другого. Например, er hat Moskau für Berlin verlassen. Он покинул Москву ради Берлина. Ну, а мы читаем дальше. Вот так вот этот очень интересный, мне кажется, абзац заканчивается, но мы, конечно же, еще дальше попереводим. Сейчас переведем последнюю часть этого абзаца. Поехали. Я пытаюсь вспомнить о том, когда я вновь вижу, или о том времени, когда я видела лишь вот такую женщину, которая просто сидела, и ничего не делала, имеется в виду, während ihre Kinder bis auf die Knochen abmagerten, в то время, как ее дети худели до костей. Вот такое вот предложение. Здесь что имеется в виду? Здесь имеется в виду то время после того, как ее отец погиб, и у ее мамы была какая-то лютая депрессия, так что она ничего не могла делать, и поэтому Кэтнис пришлось все в этот ужасный период их жизни взять на себя, и благодаря Кэтнису они все-таки выжили. И она очень расстроилась, что мама вот так вот их бросила и не помогала им, и поэтому не может им этого простить. И об этом она как раз будет в следующих предложениях говорить. «О моих отцах ради моего отца я пытаюсь ей простить». Но честно говоря, я не очень хороша в прощении, то есть в том, чтобы прощать. У меня не очень хорошо получается прощать. Здесь я хочу показать вам, как используется глагол «фезуха». Смотрите. «Ищ фезуха» — первая часть предложения. «Михтаранцу эринан» — вторая часть предложения. Давайте попробуем чуть-чуть переделать это предложение и сказать не «Ищ фезуха, михтаранцу эринан», а «Я пыталась вспомнить об этом». Как вы думаете, как это будет? Можете поставить на паузу и подумать немножко, а я сейчас напишу правильный ответ в нашем документе, где мы пишем. Это будет «Ищ фезуха, михтаранцу эринан». И очень такая фундаментальная ошибка, которую все делают, это все обычно пытаются сказать вот так. «Ищ фезуха, михтаранцу эринан, фезуха». Но так говорить ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что есть очень важное правило. Если у нас зависимая инфинитивная конструкция с частицей ЦУ, то она никогда не будет стоять внутри рамки. Это всегда отдельная часть предложения, которая не может разорвать рамку с собой. Именно поэтому по классике мы пишем «Ищ фезухт». Потом в идеале на самом деле нам нужно поставить запятую, чтобы обозначить этот инфинитивный оборот, сказать, что это отдельная часть предложения. Пожалуйста, не путайте ее вот с этой частью. И потом уже продолжите «Я бы фезухт мисс даран цуринан». Пожалуйста, помните всегда об этом. Именно так употребляйте глагол «фезухен», если после него есть какой-нибудь зависимый инфинитив. И здесь у нас интересный глагол «абмаган», который происходит от прилагательного «мага тощи». Соответственно, «абмаган» это «истощать», «сделаться тощим». Очень сильно похудеть. Так похудеть, что аж «бис ауф ди кнохен». Смотрите, какое интересное здесь выражение используется. «Бис ауф ди кнохен». Вплоть до костей. До костей истощать. Я это записал на самом деле ради вот этого двойного предлога «бис ауф», который достаточно часто в языке используется и переводится он вплоть до чего-либо. Вообще, вот это выражение «бис ауф ди кнохен» может использоваться не только в контексте, когда кто-то истощен или очень худой, а если мы хотим сказать, что, допустим, я не знаю, «он коррумпирован до мозга костей», там, я не знаю, что-нибудь типа такого, «до мозга костей». Это на самом деле будет лучшим переводом вот этого немецкого «бис ауф ди кнохен». Конечно, при условии, если у нас это используется в переносном значении. Давайте вот это запишем. «Коррупт» «бис ауф ди кнохен», «коррумпированный до мозга костей». И еще один, кстати, очень важный предлог двойной, интересный, который часто используется, который у многих вызывает вопросы. Это «ум вилен». Давайте его напишем. Переводится он «ради». И вот здесь вот посерединке всегда у нас будет генитив. Очень часто используется устойчивое выражение «ум готесвильн» в немецком языке «ради бога». Но в данном случае у нас прямое значение этого двойного предлога. «Ум майнес фатесвильн» «ради своего отца, связухаясь ее цифрогейден». «Я пытаюсь ее простить». И заметьте, кстати, по-русски. «Я пытаюсь кого?» «Ее простить». Аккузатив по-немецки. Их versuche, ее zu vergeben. Я пытаюсь простить ей. Вот этот ее поступок пытаюсь ей. Простить. Дательный падеж. Поехали, читаем дальше. «Гейл bestreicht die Brotscheiben mit dem weichen Ziegenkäse und garniert sie sorgfältig mit deinem Basilikum-Blatt, während ich Beeren pflücke». Дайте сразу это переведем. «Гейл bestreicht die Brotscheiben, гейл намазывает кусочки ломтики Хлеба чем? mit dem weichen Ziegenkäse – мягким, козьим сыром». Und garniert sie sorgfältig и аккуратно, как мы, наверное, сказали, сервирует их mit einem Basilikum-Blatt – листьям, листочком бузилика. «Werent ich Beeren pflücke?» «Пока я собираю ягоды». Видите, как по-немецки? «Собирать ягоды» именно «pflücken» вот этим вот глаголом. «Wir machen es uns in einer felsstische gemütlich». Вот это очень интересное предложение. «Wir machen es uns gemütlich». Это костяк фразы. Дословно «мы делаем это для нас, для самих себя». Как? Gemütlich, уютно. Мы создаем себе уют. Где? In einer felsnische. В нише в скале. То есть они в скале, в каком-то очень классном, интересном месте в лесу сидят, где их никто не видит, не слышит, и они делают себе там такое хорошее, уютное местечко. Dort sind wir unsichtbar und haben doch freisicht auf das Tal. Там мы невидимы, но тем не менее при этом doch haben freie Sicht у нас свободный вид auf das Tal, на долину, das nur so schtrotzt von sommerlichem leben. У нас вид на долину, которая так и geschит летней жизнью. Давайте запишем. Хорошее выражение. Freie Sicht auf Аккузатив это открытый вид на что-то, то есть такой, когда ничего этому виду не мешает. И дальше у нас будет большое описание. Поехали. Гемюсе, рыбки, которые блестят в свете, солнце. Ein herrlicher Tag, великолепный день, blauer Himmel, синее небо и ein leichter Wind. И лёгки, Das Essen schmeckt köстlich. Der Käse versickert in dem warmen Brот, die Beeren zerplatzen uns im Mund. Es wäre vollkommen, wenn das hier wirklich ein Feiertag wäre, wenn der liebe lange Tag nur dazu da wäre, mit Gel durch die Berge zu wandern und fürs Abendessen zu jagen. Stattdessen müssen wir um zwei auf dem Platz stehen und darauf warten, dass die Namen aufgerufen werden. Das Essen schmeckt köstlich. Jeda велikolепna вкусna schmecken. Es schmeckt. Это вкусna мы переводим на русский язык, но по немецки видите это глагол у нас идет. Köstlich это изысканно das словно. То есть еда изысканная на вкус. Der Käse versickert in dem был бы праздником. Wenn der lieber lange tag, если бы вот этот милый длинный день, но dazu da wäre существовал бы лишь для того, чтобы можно было с Гейлом ходить по горам und fürs Abendessen zu jagen и охотиться для того, чтобы был ужин. Für Abendessen охотиться ради ужина. ужина. Stattdessen müssen wir um zwei auf dem Platz stehen. Вместо этого мы в два часа должны стоять на площади und darauf warten, dass die Namen aufgerufen werden und ждать того, что будут произносить. Именно вызывать будут поименно тех, кто пойдут на следующие голодные игры будут вызывать. Вот на этом моменте мы, пожалуй, на сегодня закончим. Как обычно, прошу вас поставить обязательно лайк этому видео, если было интересно и полезно, особенно если вы досмотрели до конца. Самой большой наградой для меня будет, если вы помимо того, что поставите лайк, еще напишите комментарий. И если у вас есть друзья, которые изучают немецкий язык, то я буду вам очень признателен, если вы им порекомендуете мой скромный YouTube канал. Также напоминаю вам, что к каждому ролику у меня выходит запись на моем блоге, где я выкладываю те слова и выражения, которые мы в течение видео разбираем, и также готовлю для вас небольшое упражнение на перевод. В упражнении интерактивное вы всегда можете написать туда свои варианты ответов и сразу же себя проверить. Если вдруг у вас по какой-то причине эти упражнения не работают или не появляются, скорее всего это потому, что у вас установлен старый браузер. Просто обновите свой браузер, если вы на компьютере и на телефоне можете сделать то же самое, тогда точно сможете все упражнения использовать. На этом с вами прощаюсь. Жюнен Tag noch и до Zum nächsten Mal. Tschüss. Всем пока.